Всем привет, ребята! За окном у нас лето, а я уже начал тему про Хэллоуин. Я заметил то, что очень много английских ютуберов, так же как и русских, уже начинают снимать концептики про новое хэллоуинское обновление в Adopt.me. Конечно же, я думаю, каждый из вас знает, что каждый год у нас проходит новое хэллоуинское обновление. Каждый год нам добавляется какая-то новая локация, в которой у нас есть новые питомцы, ну и также еще куча всяких аксессуаров, игрушек, новых машин, ну и даже колясок. Хэллоуин в Adopt.me это самое глобальное обновление в Adopt.me. Именно тогда собирается куча ютуберов и снимают очень много видео. Они все очень атмосферные, набирают огромную аудиторию, огромные просмотры. Ну и в общем, да, хэллоуин это самое лучшее время, я считаю, как и для ютубера, так и для обычных игроков Adopt.me, потому что это все выглядит, ну, очень-очень классно. Хэллоуин у нас выходит в октябре. Ну и давайте посмотрим, какого же числа. Каждое наше обновление выходит каждый четверг. Соответственно, и хэллоуин у нас выйдет в четверг. А четверг в октябре, это у нас 5 октября. В прошлом году это было 4 октября, ну, а в этом 5 октября. Так что будем ждать 5 октября, до этого осталось еще целых 2 месяца, но при этом я считаю, что они прилетят достаточно быстро. Уже 2 года подряд нам дают вот такие вот винициклы. Они стоят достаточно дорого, но неудивительно, ведь они легендарные. Я думаю, что и в этом году нам добавят именно такие. В позапрошлом году у нас был вот такой вот Эвил, а в прошлом году у нас был Шадов виницикл. Он выглядит, ну, очень стильно и классно. Мне кажется, к моему скину он очень подходит. Ну и также Шадов это один мой самый любимый питомец. И как раз таки этот виницикл. Посмотрите, как это все очень классно выглядит. Я думаю, что если в следующем году нам добавят виницикл, то это будет либо Зомби Буффал, либо же Бэт Дракон. Ну а что касается питомцев, я думаю, что в этом обновлении нам должны уже наконец-таки добавить вампира. Потому что мы его уже ждем целых 2 года. И вот такие концептики вампиров у меня есть. Согласитесь, они выглядят достаточно привлекательно. Также есть такой шанс, то что нам добавят какого-то призрачного питомца. Ведь его нам добавляют достаточно часто. Ну и скелетонов мы тоже не забываем. Ведь это все атмосфера Хэллоуина. Эвил, бабочка, как вам такая идея? Мне кажется, очень классно. Представляете, в ночь Хэллоуина вы гуляете по Адопт.ми, и там летает вот такая вот атмосферная красная бабочка. Я думаю, это ну очень классно. Она выглядит достаточно жутко. Давно у нас уже не было тыковок. Ну а что, если эта тыковка превратится в дракона? Вот это, мне кажется, реально было бы по-хэллоуински. Согласитесь, этот концепт выглядит ну очень классно. Я бы себе хотел такую тыковку. А вы бы хотели? Напишите в комментариях. Кстати, у нас была похожая тыковка в 2020 году. Но тут у нас дракончик. А как вам зомби-уникорн? Я думаю, это очень классная идея. Я бы хотел себе такого зомби. Правда, наверное, это было бы очень жутко. Да, он такой криповый. У него просто мозг вылазит из головы. Так еще и скелетики торчат. Ой, как это жутко выглядит. Но очень классно. Это же все-таки Хэллоуин. О боже мой, какой милый котик тыковка. Я бы его точно себе хотел в инвентарь. Ну просто он же такой милашка. Я же люблю котиков. И тут нам добавят такого котика. Я думаю, что если бы добавили Пампкин Кэт, это было бы очень-очень классно. Ну а что касается наших ивентов. Ну то бишь, как мы будем зарабатывать деньги. Смотрите, у нас есть такая прикольная штука на Хэллоуин. То, что люди ходят по домам и просят конфетки. И я думаю, что если бы наши разработчики сделали такое, чтобы мы могли ходить по домам, просить конфетки и как бы их зарабатывать, это было бы очень классно. Кстати, такое уже добавляли у нас в 2018 году. Ну тогда нам надо было зайти домой. Но я думаю, что можно было это классно переделать. И тогда бы было очень классно. Также я думаю, что была бы еще такая классная мини-игра на Хэллоуин. Не спрашивайте, откуда я вообще знаю про игры на Хэллоуин. Просто мне очень нравится эта тема. А что если бы мы ходили на кладбище и там играли в прятки? Это выглядело бы очень жутко. Я думаю, что разработчикам Adobe Mi стоит добавить эту идею. Также я считаю, что разработчикам Adobe Mi уже давно пора добавить хэллоуинское яйцо. Потому что у нас уже есть Крисмасек, обычные яйца, каких у нас только нет. Но вот хэллоуинское нет. И, кстати, про него больше всех концептов. Но почему же разработчики не хотят прислушаться к игрокам? Ну что ж, ребятки, что вам из этого видео понравилось больше всего? Что бы вы хотели, что бы добавили на Хэллоуин? Вот такое вот разговорное видео у нас получилось. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.